Доброе утро, наши уважаемые подписчики и зрители! Сейчас я стою возле роскошного куста, которому 2 года. Это куст эхиноцеи пурпурный. Он даже чем-то пахнет, но не чем-то, естественно, травой. Ну, такой тонкий аромат. И в июле время, когда мы заготавливаем активно лекарственные травы. Но вот эхиноцеи, в аптеках, вы знаете, продается препарат иммунал. Он сделан на основе эхиноцеи. И укреплять иммунитет никогда не вредно. Это всегда полезно, тем более в 2020 год, когда мир застигла пандемия коронавируса. И сегодня я хочу сказать, как я заготавливаю эхиноцею пурпурную. У нее лекарственными являются и корневища, и листья, и цветы. Но корневища заготавливают весной или осенью попозже. Я заготавливаю только соцветия. Вот эти цветы, которые уже совсем распустились, заготавливать нет смысла. В них мало того, что нам надо. А в ней очень много микроэлементов, калий, кальций. Есть инулин, который тоже очень благотворно влияет на наш иммунитет. Мы заготавливать эхиноцеи будем со цветов, которые, вот смотрите, я показываю, только-только собираются распускаться. Лепесточки вот еще такие маленькие. Запаха никакого нет. Цветочка я понюхала. И мы их будем заготавливать. То есть элементарно, сейчас я наклонюсь, возьму ножницы. То есть я просто срезаю, ничего тут сложного нету. Соцветия срезала, вот так обрезала. Ну и можно веточку, на которой оно росло, немножечко подрезать до листиков. Знаете почему? Потому что эхиноцея точно так же, как и многие травы. Если вы срезали цветок, то из пазух листьев пойдут новые ростки, она опять распустится. Все, на этом кустике. А вот еще один. Все, это все добывать уже здесь нечего. Будем ждать, когда распустятся эти. То есть листик срезаем в стадии, когда он только, цветочек, когда он только распускается. Куда-то упал, не найду. Сейчас я подойду к другим кустикам. Вот здесь все хорошо, уже видно. Здесь больше для сбора. У меня их несколько кустов. Вот видно, да? Отрезаю цветочек сначала. Вот здесь вот наведешь. И вот посмотрите, вот здесь уже в пазухах листьев появились бутончики. Вот до этой части я срежу. И эхиноцея дальше будет расти. А ее мы будем сушить. Как я сушу, сейчас я вам расскажу, когда срежу все листики. Пока мы отключимся. Несколько соцветий я срезала, чтобы не занимать ни мое, ни ваше время. И теперь я их должна высушить. Сейчас очень модно у всех электросушилки, которые сушат и траву, и овощи, и фрукты. У меня тоже есть. Но я не люблю траву сушить в электросушилке. Я это делаю на своей веранде в прохладном, проветриваемом, темном помещении. Как раз на веранде у меня такое место есть. Соцветия еще раз говорю, цветы не распустились, лепестки еще не показали себя в полной красе. Вот этот я срезала, чтобы было с чем сравнить. Сушиться она будет долго, недели три это точно. Надо ее переворачивать все время. Ну, собственно, здесь ничего нового, как и любая трава. Дальше как использовать. Я, не заморачиваясь, на сушеную траву всю храню в стеклянных банках под слофановыми крышками. Воздух там, естественно, проходит. И поэтому трава прекрасно хранится, сухая. На лоджии у меня она застекленная. Всю зиму они так и стоят. И я добавляю траву, делаю чайный сбор. Вы это знаете. Точно так же поступаю с эхинацеей. Если я завариваю чайник большой чая, я туда просто одно соцветие брошу, высохшее. И чай настаивается. И пожалуйста, в течение зимы можно это все употреблять. Естественно, не увлекаться сильно-сильно, как рекомендуют врачи. Все без фанатизма. И тогда ваш иммунитет не будет страдать. И ваш организм будет уже закален к стрессам, и к вирусам, и к инфекциям, и так далее. Итак, мои хорошие, будьте здоровы. И до новых встреч на даче без фанатизма. Заготавливайте лекарственные травы и укрепляйте свой иммунитет. Продолжение следует...